Этой ночью вы точно не уснёте. Срочно избавьтесь от этого. Ни для кого не секрет, что хороший сон – залог здоровья. Ночью наш организм отдыхает и восстанавливается. Беспокойный сон, частый недосып, бессонница – всё это отражается на нашем физическом и психическом состоянии. Из-за этого мы можем чувствовать себя вялыми и пассивными. Также при недостатке сна нередко появляются проблемы с лишним весом. Как правило, здоровый сон или его отсутствие влияют и на наше настроение. Чем лучше наш сон, тем счастливее мы. Для начала давайте узнаем, откуда появляются проблемы со сном. Наверняка каждый человек на планете хоть раз в жизни испытывал проблемы со сном. Достаточно маленькое количество людей своевременно ложатся спать и с лёгкостью встают по будильнику. Это говорит о том, что тема здорового сна очень актуальна. Существует даже такая наука, как сомнология. Она изучает наше сновидение, сам сон, а также его влияние на человека. А у вас было такое, что уже за полночь, а уснуть не получается. Вы удивитесь, но причиной тому могут стать абсолютно невинные на первый взгляд вещи и предметы. Этой ночью вы точно не уснёте, если в вашей спальне будут присутствовать эти вещи, поэтому срочно избавьтесь от этого. Итак, первая электронная техника. Электронная техника крадёт наш сон. Смогли бы вы отказаться от просмотра социальных сетей перед сном? Или, к примеру, вынести телевизор из спальни? Большинство из нас не могут представить свою жизнь без этих электронных девайсов. Именно поэтому спальня всё больше походит на научную лабораторию с её проводами, экранами и мигающими лампами. Специалисты заявляют, что спальня – место исключительно для сна. И никаким чудесам техники там не должно быть места. Дело совершенно не во вредных излучениях, а в том, как девайсы влияют на нашу психику. В доме обязательно должно быть место, где можно отдохнуть от всего. Даже от пресловутых телефонов. Необходимо, чтобы спальня ассоциировалась у вас исключительно со сном и сексом. Так ваш мозг будет понимать, что с момента, когда голова касается подушки, наступает время отдыха. Два. Мигающие или постоянно горящие лампочки. Световые индикаторы есть в любой технике. Лампочки могут гореть постоянно, даже если устройство выключено. По мнению специалистов, это сильно раздражает нашу психику. В результате мы долго не можем уснуть. Дело в том, что малейший свет, даже такой, казалось бы, незаметный, способен притормозить выработку гормона мелатонина. Именно этот гормон обеспечивает нам быстрое засыпание и крепкий сон. Конечно, выносить всю технику из спальни однозначно не стоит. Однако вы можете, к примеру, перед сном не заглядывать в телефон и ставить его на зарядку в другую комнату. Но лучше всего заряжать звонилку днем или вечером, пока вы бодрствуете. Тем самым вы исключить возможность пожара от неисправной телефонной зарядки или аккумулятора девайса. 3. Предметы, от которых исходит шум. Известно, что звуки обычно исходят от электронной техники. К примеру, шум компьютера, холодильника, кондиционера. Даже тикающие часы способны лишить нас сна. Наверняка у вас бывало такое, когда, пытаясь уснуть, вы раздражаетесь из-за звука капающего крана. В течение дня мы частенько стресс. Сон предназначен для того, чтобы снять напряжение и наполнить нас энергией. Однако, если во время сна постоянно слышатся посторонние шумы, то шансы на то, что утром мы проснемся отдохнувшими, резко сокращаются. В этом контексте жизнь в сельской местности – настоящая мечта. Ведь там нет больших дорог и шумных автомобилистов. 4. Выбор постельного белья определяет ваш сон. Удивительно, но даже ткань, из которой изготовлено постельное белье, влияет на качество нашего сна. Известно, что на шелковом или синтетическом белье некомфортно засыпать. Как правило, летом на нем спать жарко, а зимой холодно. Несмотря на то, что выглядит оно эстетично, выбирать такое белье все же не рекомендуется. Вместо этого купите лучше хлопковые комплекты. Они уж точно сослужат вам хорошую службу. 5. Отсутствие штор блэкаут. Солнце не ждет, пока мы проснемся. Оно восходит по своим часам. Поэтому важно иметь в спальне шторы блэкаут. Этот предмет интерьера способен продлить ваш сон на несколько часов. 6. Предметы с ярким принтом и расцветкой. Многие пары подбирают достаточно необычную цветовую гамму для оформления спальни. Стоит отметить, что ярко-красный или зеленый цвета являются хоть и смелым, но не совсем подходящим решением. Спальня предназначена, прежде всего, для отдыха и релакса. Однако в ярко-фиолетовой комнате вам навряд ли удастся выспаться. Дело в том, что наш мозг активно реагирует на кричащие цвета, из-за чего продолжает бодрствовать. Поэтому цветовая гамма должна быть спокойной. 7. Фотографии, портреты. Оказывается, милые фотографии на стенах способствуют развитию бессонницы. Так сложилось, что при виде лица человека, в особенности его глаз, в нашем организме активизируются процессы узнавания. Внимание тут же обостряется, и мы не можем уснуть. 8. Удобная пижама подарит сон. Если вы любите спать в пижаме, то покупайте на пару размеров больше, чтобы вашему телу было удобно и просторно. Пижама не должна облегать и создавать дискомфорт. Иначе засыпать будет сложнее, а сам сон окажется неспокойным. Надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здорового качественного сна и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.